Итак, здравствуйте, уважаемые папы. Садитесь, пожалуйста. Я рад вас приветствовать на нашей третьей лекции. Мы с вами прошли уже начальный этап, то есть первые две лабораторные работы, в которых вы управляли учебными исполнителями. Они короткие. Следующие лабораторные работы будут длинными. Вот та, которая ждет вас на этой неделе, она продлится уже целых три недели. Она будет подразумевать несколько фактических этапов сдачи. Отдельного занятия под сдачу, можно сказать, и нет, а с другой стороны, может быть, и есть. То есть на третьей неделе этой лабораторной работы, то есть на пятой неделе семестра, оно такое завершающее, но надо 100% ее доделать, потому что дальше уже будут идти следующие. Я очень прошу никого не отставать от графика и работать, ну как сказать, своевременно. Это очень важно, это залог успеха вообще на физтехе. Отложенное решение проблем с учебой, оно никому не нужно. Вообще люди, они что-то запоминают, когда они регулярно что-то делают. А если ты один раз, что называется, сел и там, о, сейчас я в шаре все сделаю, так не работает. У нас устроена память таким образом, особенно долговременная, что если вы хотите чему-то реально научиться и заложить к себе это в память, то это нужно повторять. Есть такое правило пяти повторений. Хочешь запомнить что-то на всю жизнь, повтори это через час, через день, сейчас прошу, через день, через неделю, через месяц, через год. Правило пяти повторений. Пять раз повторишь что-нибудь, даже по одному разу буквально, все ты это запомнишь на всю жизнь. Английское слово, да, но сложно соблюдать вот этот некоторый график, да, но тем не менее старайтесь организовывать какую-то регулярность возврата, может быть на новом этапе, на новом уровне сложности. Мы с вами сейчас познакомимся с библиотекой, которая позволяет работать с графикой в упрощенной форме. Это специально дополнительный шажочек, чтобы не сразу бить вас по башке, а чуть-чуть еще мягенько войти в графическое программирование. Здесь мы будем рисовать графические объекты, используя разные примитивы. Собственно, с ней я буду вас знакомить. Вот, я воспользуюсь, раньше я пользовался графикой для вот этого этапа обучения, раньше пользовался библиотекой одного англоязычного профессора Джона Зелли, графикс. Но, к сожалению, она перестала быть доступна по ссылке, что-то ее хелп трудновато найти, и я решил переключиться на другую аналогичную библиотеку, и в том и в другом случае это маленькая оберточка над библиотекой ТКИНТР графической, к которой мы пойдем со следующей лабораторной работы, с четвертой. Вот, а библиотека называется ГРЭФ, и ее автор Константин Юрьевич Поляков. Ну и, соответственно, я побегу сейчас по его же презентации. Давайте посмотрим на, собственно, возможности этой библиотеки. базовые концепции программирования. Я понимаю, что многие из них вам знакомы, но давайте все равно, тем не менее, сразу в приложении к этой библиотеке их посмотрим и повторим. Итак, соответственно, простые программы при помощи библиотеки ГРЭФ. Значит, во-первых, экранная система координат выглядит следующим образом. точка 0,0 находится слева вверху. Мне кажется, исторически это связано с разверткой на этих самых экранах с электронной лучевой трубкой. То есть, вот поэтому строки как бы слева направо, сверху вниз идут. Вот, поэтому вот такая система координат. Соответственно, положение x, y определяется проекциями точки. Значит, если это какая-то область, а в основном работа идет с прямоугольными областями, прямоугольники строго направлены по системе координат. Соответственно, есть базовая точка, она левая-верхняя, с минимальными координатами. Ну, можно, естественно, легко посчитать все эти точки, да, можно посчитать центр. Но эта презентация сделана для 10-11 класса углубленного уровня, поэтому мы что-то будем быстренько пробегать. Это очевидные вещи, да. Вот, это что? Это другие точки, соответственно, вот которых, ну, вот, треугольнички такие построили, там 50-150, видите, да, то есть это, соответственно, 50 по x, 150 по y. И получается она как бы вот на центре. Ладно. Значит, управление цветами. Вопрос какой-то? А? Почему выбранные точки? А просто так. То есть просто вот, ну, как сказать, есть некий заход к тому, что там будет картиночка домика, в примитивном. Ну, давайте для начала, значит, смотрите. Во-первых, подключение библиотеки. Вообще подключение библиотек в питоне делается оператором импорт. Оператор импорт подключает библиотеку, но хороший способ подключения не такой, как вы видите здесь на экране. Ну, как бы профессиональный. Просто импорт граф. Но вот этот способ позволяет упрощенно не говорить каждый раз, что это функция из модуля граф. То есть мы как бы берем и все из пространства имен этой библиотеки втаскиваем прямо вот сюда. Но это позволяет писать программу покороче. Примерно так же оно было там с роботом, там с черепашкой тоже, по-моему, так же. Ну, я надеюсь, преподаватели вам покажут еще эту разницу. Сейчас мы пока не будем на этом акцентировать. Значит, какие можно использовать цвета? Ну, вот есть некоторая перечень англоязычных названий цветов, которые можно использовать просто в кавычках. То есть хотите установить цвет пера для рисования? Цвет пера имеется в виду цвет контуров графических примитивов. Потому что цветов вообще-то два. Кроме цвета пера есть еще и, ну, это вот управление пером, еще толщина в пикселах. Толщина обводки в пикселах. Еще есть цвет заливки. Когда мы рисуем прямоугольник, полигон какой-то, окружность, соответственно, цвет контура, цвет заливки. Можно, в принципе, друзья, можно не фотографировать презентацию напрямую, потому что, во-первых, документация краткая есть. Я ссылочку дам на сайте Константина Юрьевича, я прям покажу, где это лежит, и презентация там лежит, и короткий документ со справочником по этой библиотеке. Вот. Так что не волнуйтесь. Значит, так, окей. Но, кроме этого, есть возможность управления цветом в HTML-нотации. То есть, в принципе, а, стоп, в HTML-нотации, одну секундочку. Можно указывать не один параметр, в кавычках, текстом, да, а можно указывать тремя параметрами. Тогда это должны быть числа от нуля до 255. Если вы знаете, как устроено кодирование, ну, вообще, цвет, да, для человеческого глаза, и модель цветовая RGB, красный, зеленый, синий, то, вот, собственно, компоненты цвета вот здесь вот и прописаны. Соответственно, вот это какой цвет? Это действительно желтый цвет. Чистый желтый. Ну, в смысле, так он настолько чистый, насколько его может вот там монитор отобразить. На самом деле, как бы, есть много же обстоятельств по восприятию цвета. Можно целые лекции читать по этому делу, мы не будем. Так. Соответственно, а это какой цвет? А? Фиолетовый. Да, магенто. Только обратите внимание, это такой фиолетовый, у которого и синий, да, соответственно, ярко светит, и красный. То есть, вот, глаз воспринимают как очень яркий, более яркий цвет. Не то, что мы смешиваем две краски. У нас, когда мы смешиваем краски на бумаге, у нас цветовычитание, субтрактивная модель. Она описывается лучше всего, там, ЦМИК модель цвета. А RGB это цветосложение, когда два луча света светят в одно место, и мы воспринимаем их сумму. Это такой яркий цвет мадженто по-английски называется. Вот. Это, соответственно, цвет называется циан, такой бирюза по-русски называется. Вот. А это какой? Когда все компоненты светят, соответственно, это белый цвет, чистый white. А если ноль? Чистый черный. Так, ну что же. Итак, знакомимся с примитивами, простейшими фигурами. Простейшими фигурами. Значит, так, точка. Point. Один пиксель закрасить в произвольном месте. Линия. Ей необходимо две координаты, соответственно, на x1, y1, x2, y2. Устанавливаем там pen color, можно установить этот самый. Да, это что такое? Ломанное. Соответственно, что получается? Ломанное описывается уже последовательностью команд. Мы перемещаем как бы курсор на муфту. Можно как бы представить себе, что здесь такой чертежник как бы рисует, да, он вот перемещает только не как черепашку, у которой есть направление, а там вот как вот муфту, да, а дальше line to, да, и вот он, соответственно, вот там, когда line to, он рисует, когда муфту, он перепрыгивает без рисования в нужную точку. Соответственно, дальше, да, прямоугольник. Две пары координат. Соответственно, ректангл называется, два цвета указывать необходимо. Так, треугольник. Ну, тут надо сказать так, что отдельного треугольника нету. А вот тут вот что мы видим, посмотрите. Помните, я в прошлый раз вам показывал вот такие штучки? Список кортежей. Показывал? С черепашкой, которая там поворачивалась и ходила одновременно, да, и я там в циклефор их перебирал. Только здесь мы не перебираем циклефор, а именно список пар, координат отправляем. Так вот, полигон, он должен иметь, соответственно, первую точку последней, чтобы быть замкнутым, да, и в нем совершенно необязательно должно быть три точки. На самом деле, он может быть очень-очень многоточечный. В принципе, вот этот список его координат можно сформировать заранее. Работу со списками я вам покажу, довольно просто, но требует отдельного разговора. И еще базовый примитив — это окружность. Соответственно, центр координат и радиус в пикселах. circle, paint color, brush color. Ну вот это простой пример. Все примеры, там они прилагаются, мы можем их, в принципе, позапускать. Значит, что у нас там? Сейчас, секундочку. Ширик достаточно большой или мелковат? Сейчас, секундочку. Попытаюсь увеличить. Ага, вот так вот. Значит, это у нас было, где GitHub elections semester 1, election 3. Значит, я хотел бы запустить этот самый, где там они, эти экзамплы? 0.1 simple, вот он. Ёлки-палки. Что такое? А, точно, его не надо в текущей. Ну, соответственно, он рисует. Содержимое этого файла, ну, оно там, в принципе, прописано, да, но вот можно убедиться по факту, да. Вот, пожалуйста, этот файл. Это координаты центра и радиус, да. О, все, прошу больше. Так, ну, соответственно, он отрисовывает. Сейчас пропустим это. Вот. Ну, и простые задачи, соответственно, там, нарисовать домик, да, или нарисовать лягушку такую вот. Из примитивов. Это все делается не какими-то особенными, да, ну, просто фактически. Мы берем, говорю, вот примитив, вот примитив, вот примитив. И кажется, что все это довольно просто, ну, вы знаете, немножко поковыряться уже приходится, и тем не менее, ну, есть последовательность рисования, да, и нужно думать, что нарисовать вначале, что позже. Вот, например, здесь проще нарисовать вот синий и зеленый, как просто треугольники, да, потом накрыть красным сверху, и будет полегче немножко. Значит, что еще? Значит, вот представьте себе, что мне потребуется рисовать несколько, в принципе, одинаковых примитивов, да, вот, например, несколько треугольников. Но циклом здесь явно не сильно-то пахнет, потому что они расположены в разных местах, один в одном, другой в другом, третий в третьем. То есть, в принципе, я хотел бы это сделать. Да, существует возможность просто сделать копипаст программного кода. Вот, соответственно, да, можно. Значит, у них есть некоторое общее, да? Сколько координат надо задать? Значит, смотрите, есть такая возможность взять и обобщить, ну, я сейчас не буду влазить туда, обобщить программный код при помощи, ну, здесь названо процедурами, это он по традиции называет, процедурами такие функции, которые ничего не возвращают. Я функции вам уже показывал. Ну, мы к ним еще будем обращаться и неоднократно, потому что это очень мощный механизм на самом деле. Вот, соответственно, их применение – это выполнение одинаковых действий в разных местах программы. Разбивка программы идет по задачам. То есть, есть глобальная задача, она нарезается на подзадачи и поехали выполнять, соответственно, ее по пунктикам. Вот. Выделяем одинаковые или похожие действия, в данном случае каждая фигура, да, является этим действием. Находим в них нечто общее и отличие. То, что мы хотим использовать как отличие, мы будем называть параметрами процедуры. Вот. И параметры – это данные, собственно, входные данные этого микроалгоритма, которые мы оформляем как функцию биш-процедуру. Соответственно, у нас вот эти вот 60 и 100 могут быть, в принципе, зашиты в процедуру, как бы захоткожены в нее. Вот. Ну и вот координаты мы можем относительно х и у, которые могут быть разными от вызова к вызову. Мы закладываем, соответственно, вот именно эти три точки. И получается, что... Да, ну и еще один момент. Цвет заливки. То есть, по сути, создавая вот эту процедуру рисования треугольника, я могу сделать некий примитив, который ее будет... По сути, свой, собственно, примитив, фактически. Описанный в моей программе. Ну вот, собственно, прописаны параметры. Дев треугольник, например. Вообще есть некоторые правила наименования подпрограмм и переменных. Они описаны в рекомендациях к языку Python в... Вот ПЕП-8. Вот я на нее уже ссылался. Это вот базовая рекомендация ПЕП-8 по стилю кодирования и наименованию переменных и подпрограмм в частности. Но она достаточно много всего описывает. В нее много-много входит деталей, уже глубоких деталей языка. Вот. И на самом деле самое важное, чтобы пока что вы сами понимали. Вот хотите писать по-русски транслитом, как Константин Юрьевич, пожалуйста. Хотя, в принципе, желательно писать по-английски. Но мне важнее, чтобы вы, главное, просто, в принципе, это уже писали. Трюк так трюк. Лишь бы можно было это прочитать. Если это будет называться ТЫ, это будет хуже. Понятно? Не экономьте, учитесь печатать вслепую, учитесь писать, не лениться писать человекопонятные названия, и тогда будет легче. DEV означает определить название и формальные параметры, список формальных параметров. Отступ, чтобы обозначить тело под программу. И дальше, соответственно, что мы там? Brush Color обозначаем. И рисуем полигон, используя уже значения параметров, которые сюда переданы. Кто видит здесь нарушение P8? Кто читал P8 вообще? Или что-нибудь про него? О! А? Тут довольно много, на самом деле, замечаний по пробелам. Да, то есть вот в списке формальных параметров вот здесь вот пробел после запятых есть, а вот здесь вот пробела после запятых нету, а надо. Возле значка минус и плюс это бинарные операторы, слева и справа от них тоже положено писать по одному пробелу. Это позволяет так разрядить код и сделать его более читабельным просто для визуального восприятия. А после скобки, наоборот, пробел не ставится. Ну и просто так вот перед скобкой тоже не ставится. На самом деле, да? А почему квадратные скобки? Квадратные скобки здесь нужны для того, чтобы полигон функция получила один параметр, который является списком. То есть, эта функция, она получает один параметр, который является списком. На самом деле, можно было бы сделать так, чтобы это была функция, как print, функция, потребляющая много параметров. Но все-таки здесь сделано именно вот так вот. И для этого и есть основания, и простота использования будет. некоторые от этого же. Ну и, соответственно, программа с этой процедурой будет выглядеть следующим образом. Мы вначале ее описываем, но сам факт ее описания, этой функции, в которой нет return, типа процедуры, в ней, соответственно, нет вызова. А дальше мы описываем нечто общее для всех, ну, в данном случае, там, paint, color, black, да. И дальше вызываем эту подпрограмму столько раз, сколько нам надо. Обратите внимание, что здесь существует такая вещь, как неявная, тайная такая вещь, которая подразумевается. Очень много в программировании, оно вот построено на вытаскивании вот этих вот вещей в код программы. Вот здесь вот можно придраться не только к синтаксису ПЕП-8, это мелочи, а вот по существу. Вот если посмотреть, ну, вот этот вот, ну, там, последняя команда, это run, да, должен быть. Что-то я его не вижу, этот run, ну, ладно, не суть важна. Короче, вот там вот есть подразумевание того, что базовая точка для, например, зеленого треугольника это именно вот эта точка. То есть x, y это именно вот этой точке. И когда я вызываю эту функцию, да, передавая параметры, опять, мне лично очень не нравятся вот эти пробелы, перед скобкой, после скобки, ну, что есть, я уж пользуюсь чужой презентацией, приходится мириться, но я буду упоминать. Это плохо, да, для читабельного. ПЕП-8 нарушается. Так вот, в этом случае, да, человек, который вызывает эту функцию, на самом деле должен знать, а где это написано, а нигде не написано. То есть, получается, чтобы узнать эту вещь, необходимо что делать? Влазить внутрь под программы, вчитываться в то, что тут написано, и догадываться, какая же точка именно является опорной, вокруг которой будет, собственно, рисоваться этот полигон. Понятно? То есть, на самом деле, вот такая вот вещь, которая хорошо было бы как-то описать. Ладно, ран нужен для чего? Ран нужен для того, чтобы программа сразу не закрылась, потому что иначе она будет сразу закрываться, а ран она уходит в так называемый главный цикл, который дожидается, пока вы нажмете на крестик на этом окошке. Ну и, опять же, я могу запустить живую программу, а потом я в нее не вернусь, наверное, да, сейчас. Давайте я пока вот доживем. Соответственно, можно там построить другую, да, есть некие задания, которые можно выполнить в связи с этим. Вот, можно построить елочку, да, или то, чтобы елочка рисовалась. Очень... А? Это... Я не использую обычно эту терминологию, она используется в языке Паскаль. Для школьников, которых пересаживают с одного языка на другой, это часто очень понятное объяснение. Процедура это функция, которая ничего не возвращает. Она делает, но ничего не возвращает. Ну, если на языке C void функция, то есть, в ней нет return вообще. Вот. Главное, что она делает, это действие. Значит, циклы. Использование циклов. Ну, соответственно, что мы можем делать? При рисовании, использовании циклов, это веселая совершенно вещь, потому что можно нарисовать много объектов и рассчитывать их координаты. Ну вот, первый кружочек 40-40-20, его параметры, да, у следующего должно быть 140-20, да, и мы видим, что меняется координата x. Да, соответственно, логика в чем? Берем и делаем перебор по арифметической прогрессии, да, например, for a in range 5, на 5 раз мне это надо сделать, в начале x равен 40, и каждый раз x плюс равно 60. В принципе, можно было не создавать переменную x, а вычислять прямо вот здесь вот на лету, то есть писать 40 плюс 60 умноженное на i. И учитывая, что i начнется с нуля, но здесь смотрите, вот в чем главный вопрос. Не надо играть в гольф. Есть такие соревнования, коды гольф. Написать программу в как можно меньшее количество символов. Вот прям сжать и вот тут переменные назвать, и же Коломанова просто. Понимаете, если можно не использовать там, не знаю, какую-то переменную, то отказаться от нее. Есть такое, да, это совершенно противоречит, там, не знаю, скорости вычислений, но есть основные соревнования, такие международные, такие, да, это соревнования на скорость, алгоритмическую скорость, когда нужно, чтобы алгоритм максимально эффективно с ограниченным объемом оперативной памяти что-то мощное вычислил. Ну, естественно, что это такое-то практическое, да, после этого их там берут в Яндекс, в Гугл, там, для разработки всяких мощных там вещей, чтобы вот эффективно, а есть гольф, ну вот гольф, чем он отличается? Ну, там, ездит на машинке, да, в луночку попал. Ну, вот это вот, есть код гольф. Слушайте, не играйте в гольф, в гольф, в кодирование, да, не надо пытаться уменьшить количество строк, если это мешает понятности программного кода. Иногда бывает, что написать программу короче, и часто так бывает, чем программа короче, тем она легче воспринимается. Но с какого-то момента, попытка ее еще сократить, она приводит к непонятности. И в данном случае, сам факт наличия переменной х подсказывает читателю программы, что вообще-то здесь х передается. А возможно, друзья мои, стоило и сороковник тоже взять один раз перед циклом и написать у равно 40. Понимаете? Да, дополнительная строка, но в этой строке происходит всего лишь именование и так существующего константного объекта сорок, целое число. Всего лишь его именование. И оно прямо в коде и написано. И людям будет понятно, они видят x, y. Ну, они знают, что такое y обычно на графике, да? Ну, обычно, кстати, одно буквенное обозначение для переменных, это плохо. Все-таки лучше словом написать там coordinate, там, x, да, но и для x, y, уж поверьте, это нормально, да, как и для и, слово iteration, его никто не пишет, просто это принято. И, значит, итерация. Ладно. Короче, сделай, это я не буду уже пояснять, да, вложенные циклы, соответственно, если есть, собственно, цикл, который описывает рисование первого ряда, что мы можем сделать для второго ряда? У него меняется y, мы прописываем, соответственно, заменяем это дело на y, да, да, прошу прощения, здесь делается иначе, не просто вложенные циклы, а берется эта штука и оформляется в подпрограмму, ну, тоже, в принципе, кстати, вариант, на самом деле, получается в итоге вложенный цикл, хотя можно в данном случае обойтись и без выделения подпрограммы и просто сделать for, там, k in range 3, а внутреннего цикла for a in range 5, в котором будут рисоваться эти самые цирклы. Ну, можно и вот так вот, ro, это значит строка. так, процедура, вызов процедуры может происходить в цикле. Та-дам! Ну, это там задание, мы сейчас пропустим все эти задания. Штриховочка. Что делается? Смотрим на количество линий. Значит, смотрите, тут маленькая арифметическая задачка, нужно делить на n плюс 1. Если это n, это количество линий посередине. Если это количество линий, включая первую и последнюю, то, чтобы вычислить расстояние, нужно делить на n минус 1. Это классическая проблема. Вот сколько нужно пролетов подняться, сколько пролетов нужно пройти, чтобы подняться с третьего этажа на седьмой? Четыре. Семь, да? С четвертого, какого я сказал? С третьего на седьмой, да? Семь минус три, четыре пролета, да? А если я просто вас спрошу, вот мы сейчас с вами, ну, допустим, на моем уровне это четвертый этаж аудитории, да? Вот сколько нужно, сколько этажей я посетил, если я поднялся на четвертый этаж? Четыре. А пролетов прошел? Три. Да? То есть, как бы, я вычитаю один, потому что изначально я стоял на первом, да? Ну, вот есть вот такая проблема, да, плюс-минус единички, да, количество... Или, смотрите, робот находится в лабиринте, в котором, там, не знаю, до поворота пять клеточек, да? Вот он в первой клеточке находится. Сколько шагов ему надо сделать? Четыре. Потому что при первом шаге он переместится во вторую, да? А после четвертого переместится в пятую. Ну, вот это похоже. Собственно, это та же проблема, да? Вот, будьте аккуратны с этим. Вот, ну, собственно, здесь рисуются эти самые прямоугольнички с шагом. Ну, и, соответственно, видите, там плюс h, плюс 2h, плюс 3h, да? И вторая координата тоже едет. То есть, такой рядочек прямоугольников. В результате можно сделать штриховку. Прямоугольничек, линии, в смысле. Так, что это дальше? А, можно сделать это дело в цикле. Соответственно, запускаем цикл, в котором перебираем i количество линий, а x, соответственно, каждый раз у нас будет... А, вот, что плохо. Забыли. Смотрите, забыли переход для x. Нужно обязательно шагать к следующей линии. Вот. Так, ладно. Да? Лайн рисует просто линию. Без заливки. А? Потому что для рисования линии необходимо x1, y1, x2, y2. Две точки. Между прочим, нарисовать линию попиксельно, так, чтобы она выглядела красиво, это непростая задачка. Не просто горизонтальную или вертикальную, а вот вам дали раз координаты, два координата, нарисовать линию. Это очень непростая задачка. Красиво ее нарисовать. Не так, чтобы она там с дырками была. Попробуйте как-нибудь вот эту решить задачку с рисованием линии, которую paint какой-нибудь решает. Ну, раз, линию провел. Да? А, нарисовать линию линии или отрезок? Нет, отрезок. Нет, отрезок, конечно. Ну, и подразумевается, в данном случае подразумевается отрезки. То есть, это не математическая линия. Нет. Но так называются, во всех графических библиотеках это всегда так называлось. Поэтому... Нет, 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 нет. Нет, это не линия на весь холст, а именно отрезок от и до. Так, это там чего? Соответственно, это сборная программа, в которой все вот это собрано. Сложная штриховка с сдвигами. Так, слушайте, ну, я сейчас... Это уже такая относительно несложная, на самом деле, для вас. Должна быть несложная для вас геометрическая задачка. Я, пожалуй, это дело сейчас буду пропускать. Очень сложная штриховка. Вот, тоже можно там посмотреть. Я сейчас побегу дальше, потому что, еще раз говорю, во-первых, я считаю, что эти задачки вам не должны большое препятствие для вас вызывать. Так. Тра-та-там, тра-та-там. Задачки. Ну, и закрашивание областей. Когда мы закрашиваем, например, вот так вот прямоугольничками. Ну, очевидно, что это прямоугольничками закрашивается, правда? То есть, вот это вот черненький, да, последний белый. Мы должны на каждой итой итерации менять цвет, причем прошагать от абсолютно черного, то есть 0,0,0, да, до 255 по каждой компоненте. Ну, и, соответственно, получается, что для каждого итого прямоугольничка мы смотрим шаг цвета, шагание по количеству цветов. Делим на количество, собственно, этих прямоугольничков. Вот. Ну, и каждый раз меняем brush color там с некоторым параметром. А, ну, что делать? Градации серого 255. 250, прошу прощения, если не считать белый и черный. А так, как бы, 256. 256 оттенков серого. А так цветов на самом деле, вот полностью цветов в модели RGB, в true color RGB, классический RGB, который по одному байту на компоненту, в нем получается 2 в степени 32 цветов. То есть примерно 4 миллиарда цветов. Обычный человек это не различает. То есть этого достаточно для неразличимости с двух соседних цветов человеческим глазом. Понимаете, да? То есть когда мы там делаем колеровку, то отличие вот в этом мелочи, оно не воспринимается человеком. Хотите, расскажу историю про цвета. В одной социальной сети, не помню название, но очень популярной, был дизайн с оформлением одним цветом. Дизайнеры там решили, решили же, но они хотят изменить этот цвет. Причем там, ну, сильно, типа там с желтого на синий. Понимаете, да? И они взяли, соответственно, ну, переработали все классно, проработали модели цветов. И оказалось, что на следующий день им куча гневных отзывов. Какой кошмар, отстой, сделайте как было, ужасно все. Им пришлось, соответственно, чтобы народ не разбежался, не было столько негатива, они быстро откатили назад. И приняли решение по плавному изменению цвета. И каждый день цвет менялся на маленький-маленький шажочек. Ну, не один цвет, а там вся палитра цветов, то есть вот градиентик, тынь-тынь-тынь-тынь, они сменили цвет, вот, радикально в итоге, да, вот с одного на другой, через плавные шаги. И практически ни один человек этого вообще не заметил. То есть там чуть ли не ноль негативных отзывов по поводу происходящего. Кстати, про лягушку, знаете? Ну, лягушку, если бросить лягушку в кипяток, что она сделает? Не, ну я прошу вас не делать этого. Она выпрыгивает. Ну, лягушка, она что, имеет плавать, она мгновенно выпрыгивает из кипятка, да? Ну, да, она обваренная, но она остается живой, хромой, но живой. А если лягушку посадить в кастрюлю с холодной водой и плавно-плавно-плавно ее подогревать до 100 градусов, лягушка просто сварится. Она не замечает того момента, когда начинает свариваться. Третий пример. Когда государство плавно-плавно-плавно двигается к фашизму, то люди этого не замечают. Когда происходит какая-то революция и кровь сразу много льется, люди замечают разницу. А когда это происходит плавно, все как лягушки. Ладно, задание пропускаем. Построение графиков функций. Ну, это в каком-то смысле после рассказа о графических примитивах, я думаю, опять же, можно было бы закрыть этот вопрос. И на самом деле, послушайте, это тоже важно понимать, что это не true way. Это не тот путь, которым реально надо идти. Если вам нужны графики, вы хотите их строить для ваших лабораторных работ, в питоне есть классная библиотека Matplotlib. Там вы построите график, и потом его можно приближать. Вот у вас график, и приближение, отдаление, кликнуть на точку, посмотреть, какие там координаты. Там с погрешностями все можно рисовать. Не надо переизобретать велосипед, разве что в учебных целях. Мы с вами сейчас про учебные цели, да? И вот как я говорю, с той же самой линией, а вы попробуйте. Вот вам данные х1, и грек 1, и где-то вот по диагональке, причем не строго по диагональке, а вот как-то так. И попробуйте нарисовать ее красиво. Там целый алгоритм для этого на самом деле придуман, как рисовать линию красиво, и чтобы не слишком много для этого итерации тратить. Вот. Ну, собственно, по поводу рисования графиков, да? Ну, некий там анализ. Это очень интересная тема. Функция задана в математической системе координат, а строить надо на экране. Понимаете? Там есть своя экранная система координат, поэтому получается, что необходимо делать переход между одной системой координат и другой. Ну, хотя бы то, что х и у, да, они направлены, ну, х ладно, туда же, но у него 0 может находиться, вероятно, в центре. Ну, там, для парабол, например, удобно, в центре, да? А у, там, не знаю, у него 0, во-первых, внизу экрана, во-вторых, у вверх торчит. Поэтому нужно некоторое скалабилити делать, да, и некоторый перенос системы координат. Вот. Ну и, соответственно, экранная система координат необходимо вычислить от левого верхнего края. Некоторые небольшие математические преобразования, да, и мы считаем здравствуй, аналитическая геометрия. Вот. Ну, на самом деле, можно еще интереснее, да, то есть, если научиться это делать самостоятельно, то можно было бы научиться там сделать повороты всякие, да, там, вот уже то, что там со смещением и поворотом, и растяжением. Ну, это было бы вообще классно. Вот, ладно. Всякую гомотетию натворить. Ладно, я даже не уверен, что нам имеет смысл сильно сейчас продолжать. Это уже разговор про вот это графики. Я сейчас это дело пропускаю. Так, все, анимация. Я сразу пробегусь по теме анимации, хотя она будет делаться на самом деле аж на последней неделе этой лабораторной работы. Значит, вот, например, да, задача. Внутри синего квадрата слева направо двигается желтый квадрат 20 на 20 пикселей. Привязка, состояние объекта задается координатами x, y, ну, допустим, левой верхней точки. Рисуем объект. Задержка на несколько миллисекунд. Стираем объект, изменяем координаты, переходим к шагу 1. Понятно? Очень простая логика. Соответственно, объекты, ну, в данном случае написано в Python, честнее сказать, в библиотеке Tinter для Python все фигуры являются объектами и на самом деле к этим объектам можно как бы обратиться и сказать там подвинь себя самого. И, соответственно, главное сказать, какой объект. Ну, и в библиотеке Graph для этого сделана красивая верточка move object by. И прямо ее просто dx, dy сунуть, и она на него будет сдвигаться. Этот объект, соответственно, нужно откуда это взять? Откуда его взять? А надо просто оказывается вот эти все примитивы, которые можно было делать там ректангл, да, они на самом деле являются функциями. И когда мы дергаем вот этот ректангл, он не только рисует объект на экране, а на самом деле еще и возвращает. Просто мы им не пользовались, мы его никуда не сохраняли, а интерпретатор, если вычислен некий объект, и он никуда не сохранен, то проблемы нет. Это в принципе к тому, что, ну, например, в интерпретаторе можно, ну, вот так вот, 2 плюс 2. Ну, может такая строка встретиться? Так, кстати, и на C++ тоже там можно взять и написать 2 плюс 2 точка с запятой. Это выражение, выражение, и оно требует вычислений, да, и надо вычислить, результатом будет 4, да, этот объект никуда, ну, значение 4 никуда не сохранено, ну, и выбросить, выкрасить и выбросить. Вот так и в питоне тоже. Вот мы этим значением ректангла не интересовались до поры до времени. Почему? Да он не нужен, нам был просто. Понятно? А если мы хотим делать анимацию, то нам имеет смысл сохранять вот эти объекты, и потом, соответственно, эти объекты, это мы сохранили просто, да, здесь еще нет анимации фактически, да, значит, а что дальше можно сделать? Смотрите, можно сделать функцию update, и внутри этой функции двигать объект, ну, в данном случае, там сохраненный прямоугольник, в этом общ, на некоторое, ну, в данном случае, там еще можно смотреть x-коорд, есть такая функция, которая смотрит, где этот объект находится, его x-координата, соответственно, если он вышел за границу, ну, в данном случае, там размер окошка, какое-то конкретное число, не суть важно, некий барьер справа, да, и в этом случае close, который, функция close модуль агрев, которая закрывает вообще это окошко, вот, и этот апдейт можно повесить на таймер с некоторым шагом, то есть, она будет циклически вызываться с некоторым шагом, и тем самым, мы можем что сделать? Ну, чтобы в результате у нас координаты двигались, а вот эта вот функция, она будет вызываться регулярно по таймеру, в течение того, прошу прощения, момента, пока, да, это сейчас еще там про обработку событий, я сейчас вернусь назад немножко, вот, видите, этот ран, вот этот ран, видите, вот это главный цикл, в который мы входим для ожидания, но в процессе этого ожидания на самом деле может что-то происходить, ну, в частности, обработка событий по таймеру, она вот, может быть вот таким образом реализована, то есть, я делаю функцию, которая будет вызываться регулярно. После апдейт скобочек быть не должно, дело в том, что в данном случае мы пользуемся функцией как объектом первого рода. Функции в питоне можно присваивать, я могу взять, написать функцию def f от x, которая что-то там делает, return x квадрат, например. Да? После чего, одну секундочку, после чего, если я захочу использовать эту функцию с другим именем, я могу взять и назвать ее g равно f. до тех пор, пока имя g не потеряется, пожалуйста, я могу так делать. Даже в принципе, знаете, возможно, такая ситуация, вы хотите использовать функцию, которая слишком заковырится, это может иметь смысл некоторый. Если у вас функция какой-то там, не знаю, function with long name, а вы хотите ее вызывать часто, много раз, ну, то есть у вас, соответственно, вы хотите ее, и вот вы один раз прописываете вот это function, g равно function with long name, а потом просто дергаете функцию g от 5, от чего хотите, вот она у вас короткая. Это иногда имеет смысл. Это получается не новая функция на самом деле, а синоним ее имени, потому что объекты, они у нас существуют отдельно от имен. Вот есть объект функции, который сам по себе в каком-то смысле безымянный, ну, на самом деле он будет, функция будет помнить свое подлинное имя, ну, подлинное в смысле, то самое, которое вот в DeFi не было. У нее на самом деле можно спросить, как же тебя зовут функция g? Вот, можно спросить. Но, и она скажет вот это вот название, но я просто делаю так, что у меня имя function with long name, ну, давайте я верну обратно, я не буду его писать, мне задалбывает это дело, но у меня и f, и g ссылаются на один объект. Понятно? Это ссылочная модель питона, в этом нет абсолютно ничего страшного. А еще, кроме того, что можно присваивать, то есть связывать имя с объектом, да, еще можно взять и передать саму функцию, ссылку на эту функцию, передать ее в другую функцию. Так вот, вот этой функции, которая вешает таймер, ей не надо вызывать функцию update, ей нужна сама функция update. Понимаете? то есть логика, как я не знаю, там, не знаю, молоток, например, да, пусть это будет молоток у меня, да, вот, соответственно, вот можно применить молоток с круглыми скобками, да, и, соответственно, результат применения молотка передать функцию. А в данном случае, когда происходит вот этот вот on-timer update, да, в данном случае я говорю, on-timer, держи молоток, которым ты будешь делать каждый 50 миллисекунд. так, окей, события могут получаться не только по времени, на самом деле, изменение состояния какого-то объекта в программе, то есть не то, что что-то подвинулось, событие это некий факт. Соответственно, некая вот регистрация, некоторое вот, вот что-то произошло, ну, в частности, по таймеру вроде как ничего не произошло, но надежно спит. Сплясать ему что-либо. Все, проснулся. Очень хорошо. Нажатие на клавишу, щелчок мышки тоже являются вполне подходящими событиями. Вот. И есть возможность там keypressed, соответственно, посмотреть на keycode, и есть еще, да, есть коды клавиш, вот, соответственно, можно на нее вешать. Там есть возможность по мышке, там, mousepressed, по-моему, называется. Ну, и, соответственно, вот там процедурки, и можно сделать там задание, управление клавишами, можно сделать управление клавишами. На самом деле, вот в этой вот лабораторной работе подразумевается анимация, в которой будет достаточно обработки событий по таймеру. То есть, ну, то, что там управление клавишами, это уже не в этом. Мы потом немножко освоимся и выбросим ее, и будем работать с чистым ткинтером уже как есть, привыкать уже к оригинальной библиотеке графической со всеми ее возможностями. Потому что это обертка, такая граф, она делает все очень простеньким и комфортом в ней, часть концепции, спрятана под капотом. это очень удобно. Знаете, как это автоматическая коробка передач. Да, ну, раз нажал газ, поехало, нажал тормоз, тормози, да и не думаешь. Вот, а когда работаешь с ткинтером, там довольно много всяких деталей внутри, ну, как бы, поэтому, ну, привыкнем, потом переедем к ткинтеру. Понятно? Поэтому вот игрушки мы будем уже писать на ткинтере. Так, ладно, давайте это дело, наверное, прикроем, там еще что-то было, что-то там еще есть, но мы это дело уже прикроем. Значит, что еще? Сейчас я вам буду рассказывать. Сейчас посмотрим. Одну минутку. в прошлый раз мы с вами разговаривали про списки и работу с ними и вообще про разные контейнеры, вот, но поговорили, мне кажется, сильно недостаточно. А? Я не слышу, если это... Да, и про функции говорили, но про списки тоже я показывал, работу с циклом for через, с контейнерами. Вот, значит, что я должен вам показать? Значит, не рассказал я вам подробно про ссылочную модель данных и вот тонкости, связанные с присваиванием и про, собственно, детали, некоторые про списки. Я надеюсь, не сильно мешает вот этот вот тоненький свет, Чего страшно? То мне это... Сейчас выключать, потом обратно включать это все. Ну что же, давайте с вами обсудим, собственно, списки и кортежи. Списки... Чтоб я только не пропустил лишнего, да, еще раз, я про строки пока, по-моему, не говорю. Детали. На что? Да, да, сейчас одну секундочку, я просто покажу, как зайти на него. Давайте в следующую итерацию. Ну, можно на самом деле очень просто зайти на сайт каполяков. .spb.ru У него там углубленный учебник информатики 10-11 класс, питон, материалы по питону, и там в самом низу, собственно, ссылочка на материалы по библиотеке и там же и сама библиотека, и там же все экзамплы, которые касаются, и презентация, и документ с кратким списком функций, их возможностями. Итак, поехали. Списки и кортежи. Списки и кортежи в Python. Итак, список в питоне создается следующим образом. Квадратные скобки и вот, пожалуйста, один, два, три, четыре, пять, вот вам список. В этот контейнер на самом деле, как в контейнер с мусором, можно кидать все, что угодно. Совершенно не обязательно кидать туда только числа. Туда могут попасть и строки, туда могут попасть и логические значения, и все в одно ведро. Как это, как в плохом, это самое, мусор без раскладывания, да, по типам мусора, да, вот можно брать и набрасывать туда, даже, можно туда же, в тот же самый список бросить и кортеж, да, какой-нибудь, не знаю, 30-40, я не знаю, сюда впишу, да, кортеж туда можно впихнуть как элемент этого списка, а еще туда можно бросить, даже туда можно положить собственно список, да, 50-60, я туда положу списочек маленький, как элемент списка А. Какой прекрасный вопрос, ну, надо сказать, что в этой же строке нельзя, и вообще, это действительно очень-очень классный вопрос, можно ли список запихнуть сам в себя, ответ, да, ну, давайте сделаем, да, что я хочу, я хочу, да, стоп, для этого мне нужно понять, а как в принципе туда еще впихнуть, потому что сейчас я его создал как есть, и перечислил ему объекты, его наполняющие, да, вот как данности, а теперь я хочу его модифицировать, очень важный момент, что списки являются изменяемыми объектами, то есть, я не просто создам новый список на основе этого, а я именно поменяю объект, понимаете, то есть, если в ссылочной модели, вот есть имя А, а есть реальный объект списка, да, в котором, собственно, ну, я тут, давайте я немножко это дело уменьшу, о том не как-то, я же не буду его переписывать весь, 1, 2, 3, да, а есть вот реальный объект, который имеет тип лист, я имею возможность спросить его тип, правда, чтобы объясниться с интерпретатором, какой именно, мне придется использовать его имя, но, кстати, если я скажу B равно А, знаете, что произойдет? В соответствии с ссылочной моделью будет создан синоним А, синоним, то есть ссылка, ну, по сути, ссылка на тот же сам объект. Таким образом, если я, если я не могу менять объект, если объект у меня запрещен, знаете, бывают флешки, на которых такой рычажочек, и она запрещена для записи, считывание можно, записи нет, да, вот, если бы объект был вот такой, который запрещает изменения, то я могу не волноваться, меняя B, пытаясь менять B, но я просто не могу изменить, ну, и А останется неизменным, потому что, в принципе, сам объект неизменный, да, а вот, а так получится интересный момент, если я возьму и поменяю, ну, кстати, я вот говорю, говоря, а я не назвал, не сказал даже, что на самом деле есть возможность доступа по индексу, то есть, вот я их напихав, слушайте, я уберу оттуда строку, пускай там число поваляется, все-таки обычно списки содержат однородный тип объектов, вот, есть возможность доступа по ссылке, и начинаются вот эти, да, доступ от нуля, да, соответственно, я могу, например, взять и сказать, B нулевой, ну, я по традиции информатика в нолик перечеркиваю, B нулевой равен 10, что произойдет, в результате у меня у объекта, да, вот здесь вот, будет 10, да, и я обнаружу, если я распечатаю, собственно, A, то что я обнаружу, я обнаружу 10, 2, 3, понятно, да, то есть, еще раз, объект 1, а ссылки 2, если бы это был какой-нибудь Паскаль, то он бы реально скопировал бы это туда, и потратил бы на это кучу времени, если бы это был C++, он бы мне здесь бил по башке и говорил, это самое, константный указатель и нельзя копировать, это самое, вы пытаетесь в константу, короче, скопировать, короче, а питон, он ссылочная модель данных, она в этом, она очень экономна по времени, вот эта операция по созданию второй ссылки, она минимальна, ну, просто скопировали адресочек и все. Если мы хотим копию, очень хороший вопрос, иногда вопросы мешают вести лекцию, а ваши пути помогают, я могу, дело в том, что я могу создать список альтернативным образом, его тип называется лист, да, вот помните, когда я создавал числа, я мог взять и сказать, х равно 10, да, и сунул сразу константу, а я могу сказать иначе, х это целое число, ну, я в этом случае должен, что, не просто ин сказать, да, а на основе, ну, например, строки, то есть я должен дать, из чего его конструировать, эта штуковина в этом случае будет называться конструктор объекта, вот я конструктор объекта зову, говорю, сконструируй мне, пожалуйста, число из, ну, например, того, что ты получишь из ввода с клавиатуры, да, ну, или просто о каком-нибудь, там, не знаю, а, б, запятая, б из, равно 16, я, по-моему, кстати, про это забыл сказать, а на самом деле конструктор целых чисел, он ведь классный, он крутой, он умеет работать с системами исчисления по 36-ти речную, потому что после цифр от 0 до 9, он начинает использовать цифры а, б, с и так далее, поэтому, вот это вот, оно легко будет интерпретировано в 16-ти речной системе исчисления без проблем, а? А, как перевести в 16-ти речную, в 16-ти речную легко, в остальные посложнее. А, записывается оно, как сроки, потому что там А, АБЭТА цифры, как это? Как это не цифры? Вы еще скажите мне, что вот это вот, это не число, а? Ну давайте я на церковно-славянском лучше напишу, это древнегреческая, это самая система исчисления, РО, АЛЬФА, И, это число 111 в арабской, ну в смысле, в нашей привычной десятичной системе исчисления. Да, ну или вот если это кто-нибудь когда-нибудь знакомился с срокомно-славянским, там вот так вот это будет записываться. Так что, РАЙ, это 111. Очень много букв на самом деле являются цифрами, цифры это символ, имеющий числовое значение. А, АБ, это вполне себе цифра А10, Б11. Это на самом деле, это число, это будет 10 умноженное на 16 плюс 11, то есть получается 171. Если в десятичной. Ладно, что я хотел сказать. Самое главное, это не это. Я сейчас разговариваю про то, что оказывается, чтобы создать объект нужного типа, я могу не просто дать ему константу этого типа, да, это тоже неплохой вариант. Литерал константы при своем вычислении создает новый объект этого типа. Вот я даю фактический там список, да, и у меня создается новый список. Но я могу создать новый список и по-другому, вызвав конструктор списка. Но мне надо дать ему кого-то в основу. Ну, понятно, если я вот так пустые скобки напишу, он мне создаст. Список пустой. Ну, да, у Инта, кстати, тоже есть такая возможность не пользоваться. Вот так, он ноль сделает. Как бы число по умолчанию и целое ноль. Так вот, соответственно, и здесь я могу воспользоваться конструктором списка, а что ему дать в качестве основы? Любой итерируемый объект. Любой. То есть не обязательно, да, список А, что такое итерируемый объект? Это такая фигня, по которой можно бежать циклом for. То есть если я могу for x in фигня s, да, то, пожалуйста, это итерируемый объект. Понятно? Ну, это такое бытовое простое очень определение даю, да, у него там на самом деле должно быть итер, там, next, короче, возможности там какие-то зашиты в него, но смысл в том, что циклом for по нему можно бежать. Кстати, почему можно бежать циклом for по строке? Значит, что я легко могу создать список символов строки. Как? Ну, сейчас вернусь, но вообще глобально лист хелло. Ну, одинарный, я говорил, да, одинарные или двойные кавычки питону все равно, лишь бы одинаковые были. Пожалуйста. И будет список, в котором будет, соответственно, что? Х Е Л Л О. Ясно, да? А при определенной любого? если для его объектов определено стрингифицирование, то есть, как их переводить в строку, то тогда да. Но вообще могут существовать объекты, для которых нет метода перевода в строчку, нет возможности их распечатать, тогда, естественно, что и распечатка списка обломится. Я сейчас еще не это. А давайте это сделаем. Давайте это сделаем, это интересно посмотреть. Давайте вернемся к той задаче, которую поставил нам товарищи вот из там верхнего ряда. А можно ли в список, да, стоп, нет, еще одна была вот эта вот, насчет того, как реально скопировать. Ну, на самом деле, вот, пожалуйста, реально скопировали, и тогда список остается нетронутым. То есть, я реально изготавливаю список B на основе списка A. есть и другой способ. Списки умеют еще и размножаться самостоятельно. Я могу сказать A, скопируй сам себя. То есть, есть другой вариант, да, B равно A точка копии. По-моему, вот так можно. Ну, это на самом деле, я сейчас детали обычно делаю вот так, это очень ясно и понятно. Вот, а так, в принципе, существует. Есть еще модуль который называется deep copy для копирования вложенных списков, потому что там будет некоторая дополнительная проблема, но я сейчас не хочу на ней заостряться, да. Ну вот, а, потому что B равно A создаст вот такую ситуацию. А, когда я говорю, изготовь мне список, лист на основе A, то действие следующее, он в начале изготавливает соответствующий, берет каждый очередной элемент, создает на его основе вот такую штуковину, да, и потом происходит присваивание, то бишь, связывание имени с объектом. И у меня, вот он, пожалуйста, связался. Кстати, обратите внимание, вот я сказал про поводы изменяемости, да, я не забуду добавить список, список, если вы кто-то напомните, пожалуйста, хорошо? А, что если я создам, то есть список это кто? Вот списки и кортежи. Списки это лист, а кортежи это тапл. Кортежи это тапл. Соответственно, отличаются они очень мало тем, что для тапла просто круглые скобки пишутся, да, а не квадратные. Соответственно, если я попытаюсь изменить кортеж, то у меня питон вот в этот момент скажет мне бип-бип. Нельзя. Бип-бип. Здесь невозможно неизменяемый тип. Понятно? Это хорошо, потому что тогда я могу не опасаться за свой объект, а переданный куда-то по ссылке, что там его изменят. Я взял кортеж и передал его в качестве параметра внутрь функции, а он там доступен по ссылке. А вдруг его изменили? Вот если просто объект неизменяемый, то я не парюсь по этому поводу. Понятно? Ладно, что я хотел сказать. Значит, использование конструктора позволяет создать список на основе, например, кортежа. Понятно? Вот раз. Ой, прошу прощения, я вот тут самые главные скобки не поменял. Был тапл, а в B нулевой, пожалуйста. B это уже список, в него можно менять. Print A будет, соответственно, с круглыми скобками, если B, то будет с квадратными скобками. Но самое главное, что он будет свободно меняться. Окей? Так, давайте к вопросу о... Кортеж он просто меняется. Кортеж не меняется, но есть одна мерзкая тонкость. Не меня... На самом деле и список, и кортеж хранят ссылки на объекты. И неизменяемый кортеж может хранить в себе ссылку на изменяемый объект. Это плохо, так лучше не делать, но возможно. Если негодяй туда взял и впихнул, например, 3,4, то, смотрите, я не могу взять и присвоить в A 0,1, A, да, второй элемент я не могу ничего присвоить. Ну, там, да, список другой, вообще список. Ладно, я ставлю 5,6. Но зато я могу взять и сказать, а кто там у тебя лежит под индексом 2? Не под номером, да, номер 3 элемента, 0,1, 2, да, 3 элемент, но часто информатики говорят второй элемент, на самом деле понимаешь, что это третий, ну, просто как нулевой, первый, второй, на самом деле третий. А я произношу обычно словами с индексом 2, потому что с индексом 0, они индексированы, да, от нуля. Элемент с индексом 2, кто там у тебя лежит, значит, так нельзя. А вот так вот. Ну, обратиться к нему можно, но я хочу не просто к нему обратиться, а вот ну вот он, это уже ссылка, вот я в скобке специально сейчас взял, это уже список. А у списка я могу обратиться к это у меня нулевой, первый элемент уже внутри списка. Ну, например, к нулевому элементу и положить туда 5. Соответственно, к первому элементу и положить туда 6. округлые скобки не обязательны, но их можно. Я просто специально, чтобы у вас не было ощущения такого, что вот эти две квадратные скобки, они всегда подряд. Нет, на самом деле первая из них вынимает собственно список, а вторая, да более того, кстати, вы же понимаете, что на самом деле это никакой не двумерный массив, хотя некоторые ощущения двумерности возникают. И действительно можно сделать там список списков или кортеж кортежей, который будет очень аккуратненько, красиво как раз вот так вот. Но на самом деле проблема в том, что вот если я попытаюсь вот так вот сделать там, а нулевой первый, то он мне скажет, именно вот в этот момент он мне скажет сори, подождите, я не могу взять, потому что это элемент, то что там валяется является целым числом, и у него невозможно доступаться к каком-то индексу. В питоне есть массивы, но для работы с массивами есть отдельная библиотека. Дело в том, что для большинства простых, типичных задач, не касающихся математического вычисления, массивы как раз не нужны, а нужен более гибкий контейнер, списки. Ну список, в который, еще раз говорю, можно напихивать все, что угодно. Массив отличается по своей природе тем, что в него закладывается всегда массив, в нем однотипные элементы фиксированного размера. И вот есть такая библиотека array, импорт array из стандартной библиотеки. Но сразу же скажу, есть нестандартная библиотека, но она очень популярна и очень среди ученого мира, называется NAMPI. Там еще прикольнее с массивами, потому что там сразу матрицы. И все еще и операции с матрицами там зашиты, прям вообще просто влет и классно с этим работать. Кто хочет, пожалуйста, можете наковырять легко, как строить графики и как там с NAMPI со всякими матрицами работать. Вплоть до решения уравнений, многие вещи, систем линейных уравнений, там все уже на самом деле вшито. И там есть вообще SkyPy, научная библиотека на питоне, там даже функции бесили есть. Ладно, короче, я к тому, что, как сказать, мы сейчас осваиваемся с списками, да, я в принципе ввожу вас в эту тему, ввожу понятие изменяемости. Давайте вернемся к изменяемому списку. Кстати, с кортежами это будет делать нельзя. С списками можно, с кортежами нельзя. это append, то есть я могу взять и сказать а точка. Ну, вообще, кстати, с объектами можно нечто делать. Ну, в принципе, где-то там это мелькало уже, наверное, у меня. Но вот с объектом списка можно взять и сказать а точка, то есть как бы я тебя прошу сделай, и дальше говорю, что именно я его хочу попросить сделать. И вот я хочу список попросить append, то есть дописать в конец некоторое значение. Ну, давайте 4 туда пихнем. Ну, догадайтесь, где оно окажется. Оно, естественно, окажется после этого в, вот здесь, вот. Понятна логика, да? Очень просто. И вот благодаря этому самому append, я могу сделать, собственно, на а точка append а. И что, вопрос, что произойдет? И потом, как он будет это распечатывать? Да? То есть вот здесь вот, не, ну, понятное дело, что при append добавляется не имя. То есть если я скажу append а, то не а туда будет буковка добавлена. Когда я упоминаю имя какого-то объекта, туда вставляется ссылка на объект. Так вот, там будет валяться, ну, я так звездочкой ее нарисую, да? Ссылка на сам объект. Ведь на самом деле питон не хранит в самом списке один, два, три, четыре. Для каждого из этих чисел есть отдельный объект два, три, четыре, они все у меня интовые, да? И здесь хранятся ссылки на эти объекты. понимаете? Почему я могу не думать о том, о, ссылка на, потому что когда я кладу в х, например, там, не знаю, двойку, да, а потом говорю у равно х. На самом деле у и х сейчас указывают на один и тот же объект. Я даже могу спросить, я могу спросить у питона и распечатать, является ли х игреком есть операция из х это игрек и он мне скажет, о, да, великий, true, да? Понятна логика? Так, что еще? Но при этом я беру и пытаюсь что-то изменить, вот я, например, говорю, х увеличится на 2, х станет равным 4, да? Я повторяю вот это действие, я не буду переписывать, повторяю это действие и вижу, елки-палки, false. Дело в том, что здесь на самом деле это интерпретируется как х равно х плюс 2. То есть он вычисляет по ссылке х была двойка, прибавляет двойку, получил новый объект 4 и связывает ими х уже с новым объектом, поэтому связь х и у разорвалась, теперь они ссылаются на разные объекты. Поэтому, короче, я же не могу сказать двойка change yourself, понимаете? Я не могу сказать, что называется х.change, давайте поставим двоечку, двоечка, двоечка вырасти, increase, понимаете? Это глупо, да? Для чисел, для строк, для всех чисел, дробных, целых и прочих, они неизменяемы, и слава богу, потому что тогда мы можем не думать о том, что само число, сама вот ячейка, она куда-то поползла, а поэтому о вот этой внутренней структуре, которая касается чисел в списках, я могу не париться и писать их прямо в список. Да? Еще раз? А, да он, ладно, питон, на самом деле, интерпретатор зашаривает и он пишет три точечки там. То есть он не будет циклически печатать и печатать рекуррента, нет, он на самом деле там напишет три точечки, пишет списочек такой, а в нем три точечки. Ладно, давайте ускоримся, точнее, не ускоримся, мне еще хоть немножко успеть сказать. Я вот сказал про то, что можно создать список при помощи при помощи лист, да? Я могу изготовить список сейчас вот так вот, лист, отдать ему туда генератор арифметических прогрессий от 1 до 100, включительно, значит, до 101 с шагом 1. Так, вот я сделал себе 1, 2, 3, 100. Что я хочу сделать? Я хочу сделать список B на основе списка A, на основе списка A, но я хочу брать туда только те числа, которые делятся на 7. Ну, делимость процент, я вам поговорил, да, процент 7, там, равно 0. Что я делаю? Я говорю так, вы понимаете, что на самом деле довольно сложное сейчас будет математическое действие, да? Я могу сделать так, я создаю пустой список, дальше я беру, пробегаюсь по всем элементам A, не, ну, я, конечно, мог бы запариться и написать вот здесь не for x in A, а for i in range, а давайте я напишу, чтобы вы увидели, насколько это неприятно, ну, можно, for i in range len A, кстати, функция len позволяет узнать длину списка текущую, она каждый раз обновляется, в диапазоне длины A, и что сделать соответственно, ну, у меня, соответственно, A и ты, это очередной элемент, я спрашиваю, если у меня A и ты делится на 7, то добавить его B.append, добавить этот самый A и ты элемент в B. О, конец. Видно, да? Слушайте, есть такая обалденная штука, называется list comprehension, на русский, в русских учебниках, это называется генератор списка, мне не нравится, потому что слово генератор означает кое-что другое еще в питоне, очень хорошую штуку, другую, но, тем не менее, в учебниках будет написано генератор списка, здесь я делаю list comprehension, а они еще называются правильно, научное название, списковое включение, я беру и делаю список, один момент, я ведь на самом деле могу маленькое упрощение вот сюда, я могу написать for x in A, и тогда мне не надо упоминать AITA, а могу просто написать вот так вот X, воспользоваться возможностями, питоновскими возможностями цикла for, потому что у меня A является итерируемым объектом, зачем мне индексы, мне не нужны эти индексы, чтобы, мне нужны сами элементы проверять, на них местоположение элементов в последовательности, правда? Я тупо их фильтрую, выбрасываю лишние, беру только нужные. Так вот, смотрите, какое заклинание получится, вот этот list comprehension, я беру сюда X, для X из A, но только если X по модулю 7 равен 0. Конец генератора списка. Ну, посмотрите, как это красиво, правда? То есть я делаю такой очень мощный фильтрацию с отсевом, на самом деле еще круче, я ведь могу на самом деле вот здесь вот применять некоторое выражение, то есть написать на, не знаю, X в квадрате, я домножу просто X на 2, сейчас места мало, да? То есть я не сам X, а X умноженный на 2 могу запихивать туда, да? Вот, вот расшифровывается вот так вот. То есть генератор списка, он создает новый список. Для Тапла та же история, то есть генератор Тапла тоже, пожалуйста, можно делать. А что нельзя? он не, после этого создания он будет неизменяемый. То есть к нему нельзя будет appendix. На самом деле у списка еще много есть возможностей. Вот список, можно к списку делать insert, insert, ну тогда нужно указывать, куда. То есть я указываю там позицию, там какую-то, куда я вставляю, вместо какого индекса я вставляю. Можно делать из списка удаления последнего элемента или какого-то еще. Если вы захотите это дело посмотреть, то кто вам поможет, скажите. Help, help, соответственно, лист. Можно в кавычки взять, можно не брать, он все равно вас поймет. Друзья, на сегодня все. До встречи через неделю. АПЛОДИСМЕНТЫ